И, допустим, ты знаешь эти имена, например, начальник вот этого Сунжинского РОВД, вот этот человек, это прям вот мразь конченная. Это преступник прям, который должен понести наказание вообще жесткое. И когда, например, власть официальная делает что-то, это никогда не характеризуется как террористический акт, это уже будет иное преступление. То есть это будет военное, может быть, преступление, но это не бывает террористическая акт. Террористическая акция это когда что-то делается против власти. Если бы ты был зятем Актея Лаудинова, в первую очередь, что бы ты сделал? Я не знаю. Я никогда не думал об этом. Как вообще эта мысль пришла к нему в голову? Ну, вообще, моя оценка Актея Лаудинова, я к нему отношусь не так плохо, как вот к остальным, допустим, типа там Иудовым и прочим. Потому что, как бы это правильно объяснить. Понимаете, зло, оно тоже бывает, у него бывают свои степени. Бывают вообще, допустим, какие-то мерзкие люди, мрази. Бывают чуть менее мерзкие, еще менее. Бывают, вот у них же тоже есть своя такая вот категория. Разновидные они бывают. И вот, допустим, если поставить на там разные чаши весов поставить, скажем, Иудова и Лаудинова, вот то Иудов, он гораздо более вот мразь. Потому что в его истории есть предательство, когда он был конкретно на одной стороне и поменял эту историю. И эту сторону. История с Лаудиновым не так. Лаудинов, он вообще там, они, начиная с его отца, как минимум, они находятся в оппозиции. То есть они стали предателями до вот этих последних событий. Кто-то может сказать, какая разница, когда стали. Ну, разница в этом есть. Потому что, когда, например, конкретный вот этот человек совершает предательство, предательство, а здесь его отец совершил, а к нему оно перешло просто по наследству, у тебя все равно по-разному ты к этому относишься. Поэтому у меня к Лаудинову ненависти, наверное, немного меньше, чем, допустим, к Кадырову или к Иудову. И мне бывает чаще, забавнее, наверное, его слушать, смотреть. Например, вот эти вот его речи там про войско Иисуса там и прочее. Ну, понятно, что он такой бред, такую хинею он несет. Но это не вызывает какой-то вот злости. Это у меня скорее вызывает какое-то чувство, может быть, испанского стыда, какого-то там дискомфорта, но нежелание совершить с ним что-то такое. В отличие, например, от Иудова. Иудов, чтобы он не говорил и чтобы он не делал, это очень мерзкий тип. Служки ковроводы нет, а есть Севноводский, и начальник там уже не тот. Да, кстати, они уже переименовали район. После него поменяли, обновляя информацию. Ну, может быть, у меня она не обновлена, какое-то уже возможно. Но я думаю, многие поняли, про кого я говорю. Нет никакой рензик, когда стали предателем. Не важно, что когда-то был на правильной стороне значения, не имеет только на какой стороне ты сейчас. Да, возможно, но отношения я имею в виду. Я же говорю то, как я это чувствую. А не то, как надо и так далее. Я говорю, как я чувствую. Я по-разному испытываю к этим людям ненависть. Есть те, кого я прям люто ненавижу. Есть те, кто, в принципе, у меня особо какие-то эмоции не вызывает. Как, например, этот же Джамбокс. Нет у меня к нему, знаете, такого желания, допустим, там, что-то с ним сделать, там, наказать его как-то вот это. То есть он не воспринимается как такое абсолютное вот это зло. Для меня это такой человек подхалим, который здесь, там, подлижет. Он лижет сегодня здесь, потому что, ну, так комфортно ему жить, если он здесь будет вязать. Но за ним нет вот таких преступлений, из-за которых я ненавидел бы его вот настолько же, насколько я ненавижу Иудова, Кадырова. Иногда, понимаете, бывают даже такие личности, как у них имена не столь известны. Вот иерархии власти, они занимают не столь лидирующие позиции, но они, они прям вот мрази конченые. И, допустим, ты знаешь эти имена. Например, начальник вот этого Сунжинского РОВД, вот этот человек, это прям вот мразь конченая. Это преступник прям, который должен понести наказание вообще жесткое. Хотя он в этой иерархии не на такой высоте, да, как, допустим, тот же Алаудинов. Алаудинов? Он гораздо выше, он там генерал, майор, он выступает, что-то постоянно говорит. Но если их сегодня вот поставить их на чаши весов, этот начальник РОВД перевесит по своей омерзительности, перевесит Алаудинова, понимаете? Хотя многие даже не знают, наверное, о ком идет речь, не знают его имени, никогда не видели, наверное, даже его фотографию, его физиономию. Но я, допустим, знаю, я там и посвященный, знаю, насколько это мерзкий преступник. Сава, теперь понятно, что футбольный клуб Ахмат, единственный в мире футбольный клуб, которого так боятся США. Амдаудов, это он говорил после санкций. Тумсо, щедош лэрди альцинг. Черная дыра Дустума. Магандаудов, Тумсо, пока ты там живешь на копейке донаты, мы развиваемся, построили для Дустума самолет, задние передачи, и теперь он может летать. Я слежу за вашими успехами. Террорист, который убил 15 человек в Чехии, это евреи по национальности, но почему-то об этом везде умалчивают. Я понятия не имею, но по национальности. Я не слышал, чтобы это преступление было охарактеризовано как террористический акт. Не знаю, может быть, уже поменяли неквалификацию. Но в целом это не выглядит как террористический акт, потому что это скорее... Ну, это, в общем, то, что сейчас принято называть шутингом. Это вот то, что, например, в Брянске было сделано. Это примерно из той же истории. Там каких-то политических требований, да вообще каких-либо требований, ничего подобного, по-моему, не было. Это просто, возможно, и на голову нездоровый человек, который перед тем, как, по-моему, отправиться в этот вуз, он сначала убил своего отца, затем отправился в этот вуз, убил там этих людей и ранил очень многих. И затем то ли он сам себя убил, покончил самоубийством, то ли полиция его застрелила тоже не до конца, там понятно. Короче, это скорее какая-то такая история, когда у человека просто кукуха съехала. Просто понимаете, не каждая, допустим, стрельба в учебном заведении является террористическим актом. Террористический акт это вполне конкретное преступление, да, там немножко размыто, конечно, и вообще такое обширное понятие. Но там обязательно должно присутствовать запугивание, то есть какие-то требования, цель, а не просто так. Если человек, например, заскочил, скажем, там на свадьбу и всех там перестрелял, потому что замуж вышла его там бывшая девушка, он ее до сих пор любил и не пережил, что она там уходит замуж, это не будет террористическим актом, понимаете. Потому что там нет никаких требований, попытки запугать кого-то, ничего нет, там им двигало совершенно иное. То есть чтобы какое-то действие стало террористическим актом, там обязательно должна быть мотивация. И поэтому здесь, насколько я, по крайней мере, видел, это квалифицировано как террористов вроде бы не было. Может быть что-то изменилось, пока не знаю. Но разрешение наружу, но это было. Ну, ребята, можно, понимаете, быть здоровым человеком, получить разрешение на ношение оружия, а потом кукуха может съехать, такое тоже бывает. Или может быть у человека там конкретно какие-то даже были свои, может у него с психикой может все было нормально, но вот какие-то у него там мотивации были. Но я имею в виду, чтобы именно это охарактеризовать как террористический акт, там должна быть обязательно вот эта вот составляющая, что он, была какая-то идея, что ради этой идеи он, значит, там попытался запугать власть, какие-то требования там к власти. То есть это террористический акт всегда направлен, как правило, да, он всегда будет направлен против либо власти, либо какой-то группы, удерживающей эту власть. И когда, например, власть официальная делает что-то, это никогда не характеризуется как террористический акт, это уже будет иное преступление, то есть это будет военное может быть преступление, но это не бывает террористический акт. Террористический акт, это когда что-то делается против власти, с целью заставить эту власть пойти на какие-то уступки, понимаете, вот это вот называется террористическим актом. Субтитры создавал DimaTorzok